всем привет меня зовут лины и это кеншин импакт мы продолжаем проходить какой-то квест а нам надо убедиться что у нас и докторе благополучно уехал желательно навсегда из нашего любимого сумеру так провод пожалуй сюда видеть и солдаты фату и такая дейхия молодчина мы без тебя бы мы это место ни за что не отыскали тихо не привлекая их внимание ворт кишит солдатами фату и давайте попробуем еще что-нибудь разведать именно такой прощайной церемонии достоин наш предвестник господин уже покидает нас эх а я видел его не больше двух раз за все время когда я служил в снежной господин доктор изъяснялся совсем по-другому что пребывание сумеру так его изменило далее от дома всегда так когда господин вернется в снежную ему потребуется время чтобы снова ко всему привыкнуть музыка я не могу она слишком громкая ну то есть она прям реально а командир вы не ошиблись я отлично все помню он сильно изменился и выражение лица и манера речи а его лицо почему-то так и сияет от радости да не может быть где это видно чтобы люди во время служебной поездки сияли от радости доктор на корабле доктор на корабле похоже он не угал корабль действительно скоро отчаять он покидает сумеру давайте подберемся поближе отличное место отсюда все видно а нас никто не заметит похоже доктор и правда собрался покинуть сумер но неужели все так просто вдруг это ловушка что такое он нас заметил и помахал нам рукой он что машет нам рукой у меня есть небольшое подозрение пора прощаться стоп на корабле один только доктор а и больше никого а куда подевалась там по солдат которых мы видели в порту они ведь только что так пыли как сквозь земли провалились неужели это была ловушка нет вокруг тоже не душе значит на счастье мне еще осталось немного времени как раз хватит чтобы утратить все перед отъездом корабль с доктором покидает порцию мэра нет хайпайся наверное что-то с ней сделал скорее в парди сди ай а что это значит я помню что хайпайся связывала свое сознание сознание усказителя наверняка она увидела то что чего не должна была видеть на месте фату я бы тоже постаралась ввести ее а если увести не получится ой ой неужели они собрались убить бегом как можно скорее отправляйтесь пардит а пардист хай да без проблем вообще любой каприз за ваши пиксели я не позволю фату и хозяйничать пардист хай мы ведь выразились доступ довольно ясно начальство дало нам разрешение на пребывание пардист хай чтобы собрать лекарственные травы для исследования вы сумели уже не первый день а явились сюда только сегодня странное совпадение даже великий мудрец не имеет не смеет вмешиваться в исследованиях фатуи а вы простой ученый у вас и подавно нет такого права наше дело предупредить не напрашивайтесь за неприятности похоже мои слова ничего для вас не значит можете не признавать но мы все знаю что пардис диай вы пришли уж точно не за травами при всем моем уважении ваши домосы создадут нам всем ненужные проблемы виниться это можно только вашего предвестника он ничего не понимает конспирации пардис диай я нахожусь на правах ученого но это вовсе не значит что здесь я перестаю быть лесным стражем от долг лесных стражей в том числе защищать ученых которые вносят свой вклад в науку сумеру значит наши переговоры зашли в тупик пока я здесь никто и пальцем тебя не тронет хай пассия разы не ятинари ты в порядке конечно фату и перешли черту пора преподать им урок первый пошел второй сейчас отправится за ним следом сопротивление бесполезно отдайте нам хай пассия ян фэй который действительно задает жару такая я тебе вообще не мешаю да пойман я тут пожаре я где жара там и я я главное да приказы до тори нельзя нарушать что-то так долго исполнял роль комнатной собачонки что разучился думать сам разучился конечно же да думаю за тебя очень больно и трудно научить пытаться думать самому почему с них не падает лут я с такой надежды и вью надеюсь что мне чем-то выпадет блин так дело не падет киев пропален прошу будьте рядом с хай пасси нельзя чтобы фату и напали на нее из-под тишка хорошо я сохранил предыдущий print screen или да я просто беспокоюсь всякий раз у меня был один момент когда короче я сидела без превью и такая хай пассия все еще здесь похоже никто к ней не приходил кажется с ней все в порядке но почему она не двигается все хорошо она просто уснула ну как она просто уснула слышь хорошо что все в порядке думаете все обошлось оба этот голос сказите что что здесь делает сказитель какой сказитель скорее муча ты имеешь ввиду пойман я так скучал по выражению ужаса на твоем лице ты каждый раз меня с ним встречаешь но где же он пойман его не видит значит это призрак нет это случилось потому что я только что прикоснулась хай пасси скажи сказитель живет в ее сознании мне ведома каждая твоя мысль неужели не помнишь я уже видел тебя когда ты впервые оказалась падис хай и коснулась хай пассии хай пейджи что ты сделал мне не нужно было ничего делать я выпала огромная честь возможность связать свое сознание с моим ээээ ты с кем разговариваешь неужели с усказителем не может быть тебе должно быть очень любопытно скажу правду в этот раз я сам решил войти в сознание хай пасси поскольку почувствовал твое прикосновение почему да вот интересно стала поглядеть на твои бесполезные старания эй кибра ты ты что ты делаешь пойман тише мое обожествление почти окончено осталось здесь несколько последних штрихов тебе ясно даже если вы спасете малую властитель инсу кусанали ее силе никогда не сравнится с моей хочешь натравить на меня маленькую девчушку пусть даже и архонта похоже академия времени зря не теряет для ученых божество мудрости лишь совокупность их верований поэтому они способны создать архонта но продолжает поклоняться им люди так противочивая своих верованиях их отношения к богам смесь преклонения с богохульством просто смешно раз уж ты слышишь все мои мысли я задам тебе вопрос говори мне кажется или ты стал немного добрее не уж ты не в хорошем расположении духа вот и решил перекинуться с тобой пару слов парой слов к добру ли это на что ты намекаешь академия собирается внедрить твое сознание капсулу знания архонта это очень опасная затея даже если за их замысел удастся ты обретешь божественную мудрость есть риск что ты потеряешь собственные я и станешь ли академии новые великой властительницы рук ходоватой не слишком ли высока цена ты так говоришь словно и правда за меня переживаешь впрочем ты ошибаешься я отличаюсь от тебя и от всех остальных людей стать божеством не было предначертано судьбой до сегодняшнего момента моя жизнь состоял из ряда незначительных поступков ведущих к этому финалу я словно лист бумаги сам по себе он бесполезен смысл ему придает лишь то что его заполняет прошлого меня уже нет все болезненные воспоминания тоскливые человеческие чувства остались позади окончить с ними нужно было уже давно тем интереснее смотреть на вас и вашу тщетную борьбу разве стоит этот мир того чтобы защищать его с таким рвением тени понять мое сознание связано с твоим твои чувства мне известны так же как и твердость твоих убеждений раз уж мы так хорошо сегодня пообщались предлагаю тебя бросить свое бессмысленное сочувствие и желание защитить ведь истина сокрыта от твоих глаз это нужно для твоего же блага и для блага всех остальных люди существа которые находят счастье только в неведении если ты так считаешь почему продолжаешь поддерживать связь со знанием хайпассии твои нынешние способности позволяют тебе с легкостью разорвать эту связь верно но я очень к ней привязался на моем месте ты бы поступала также хайпассия заглянула мое сознание и увидела мое прошлое а значит она достойна называться моей первой последовательницы божество не может существовать без почитателей айпассии повезло что мой взор пал на нее ее появление ознаменовало начало становления моей божественной силы а мое почтение станет а ее почтение станет фундаментом моей славы даже так все еще сомневаешься моих словах ничего скоро ты знаешь чье могущество ставишь под сомнение раз уж тебе так важна твоя последовательница ты должен позаботиться о ее безопасности кто собрался навредить моей верной почитательнице судя по всему доктор не желает чтобы хайпассия оставалась на лечении в сумыру тебе не кажется это подозрительно доктор собрался навредить моей первой почитательницы ты не злишься забавно тебе никогда не говорили что сеять раздоры не твое доктор всегда был жалким заносчивым человечешкой вот и сейчас воображает будто смеет вмешиваться в дела нового божества решил обратить мой гнев на доктора с помощью этих смешных обвинений какая наивность так уж и быть я окажу тебе честь как и хайпассии впрочем нет большей чести чем стоять здесь и вести со мной беседу я вознагожу тебя за то с каким трепетом ты внимала моим речам это лицо ты чё задумал и чё задумал до рыбаков могут быть как добрыми так и злыми божества очень непредсказуем почему у меня фрезы начались ой гроза гроза неужели вызвал сказитель вы так долго разговаривали он стал спокойнее но при этом еще безумнее ай 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 откуда здесь такой гром но если это чувак ее гром вызвал скорее всего грому и из-за скромучий я вот одно не понимаю то есть он по сути своей получается сынок либо райден 1 либо райден 2 но явно не куклы может сказитель меняет погоду при помощи сердца сердца бога значит люди стараются опасности там остались идем 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 бежим бежим прям бежим бежим обижали побежали о боже что происходит тина ли ты в порядке тина ли вообще не в порядке смотрю поту и отступили всегда ряды ты ты видишь тих сигнале чуть не то и вы в порядке он ранен все нормально не двигайся тебе нужен отдых мне уже доводилось виде как одному из пустынников раннего молнии только покой и отдых великолепные просто рецепт дыхе ты топовый лекарь мы сражались и вдруг погода резко изменилась началась жуткая гроза молнии били во всех без разбора будто живые к счастью нас было только двое двигаемся быстро так что уклоняться от молнии нам не составило труда а вот фатуй была целая толпа и молнии били по ним в общем жуть и им пришлось отступить блин сорян за что ну возможно молния появилась из-за меня вот как ничего страшного ты наверняка я сама не ожидал что такое случится не бери голову ладно а что у тебя за выражение лица такое даже я сравнением вы даже я с ранением даже я с ранением выгляжу веселее с хайпасси что-то случилось но пока нет мне нужно те кое-что сказать у нас за сердце схватился бедолага и тебе нельзя двигаться давайте лучше пойдем туда где хайпасси а там и поговорим да чтоб скоро муча все нафиг подсушал устроил нам тут грозу на мамку равняется тетя нари тяжело тебе до слова архонтам она в порядке вот тебе о себе так переживал я так и знаю чё я так и знаю что со мной все в порядке я и так знаю что со мной все в порядке рано не опасно чем лучше человек разбирается меня ценить и меньше хочет лечиться золотые слова точно врачи становятся самыми самонадеянными пациентами он сел я немного отдохну извини можешь начинать свой рассказ вы рассказываете обо всем что случилось о том как встречали доктора как пришли праведы хайпасси и оскаромуча значит вот о чем вы говорили неужели он правда задумал такое академия создает нового архонта просто смешно даже не знаю что и думать об их амбициях если это безумие еще можно так назвать вообще не понимаю зачем вам это я просто хочу чтобы жизнь не подбрасывала мне сюрпризов чтобы каждый день был чтобы каждый день было хорошее вино в вкусная еда крепкий сон и чтобы я работала если мне самой это нравится похоже мне одной партии с хай нужно так мало для счастья погоди я ведь еще даже не поблагодарил тебя за сегодняшнее да ладно дело-то плевое и все-таки похоже у доктора и прям есть какие-то дела раз он так спешно покинул сумеру да у меня правда остались некоторые сомнения насчет его раз он хотел ввести хайпасси это наверняка связано со сказителем и хайпасси видео прошлое сказителя при помощи связи сознания может фату и хотели скрыть какую-то тайну сказителя поэтому решили ее устранить говоришь сказителю стверждает мы ты хайпасси видео прошлое интересно что там за тайна то что он сынок райден пока не ясно вы заметили сказителю тоже не понравилось что делает доктор он считает что доктор ему не ровнее интересно если доктор вернется сказительно пойдет у него со своими молниями судя по тому что мы только что услышали это очень возможно его отъезд из сумеру хорошая новость и для нас и для него самого значит здесь мы закончили больше доктор вмешиваться наши дела не будет да это большая победа да я очень за вас рад тигнари спасибо тебе за помощь но теперь мы очень просим тебя оставаться здесь и набираться сил пожалуйста хорошенько отдохни рядом с потенциальным проводником создания скоромучей да хорошо и так спорте хайп мы закончили кейбра пора отправляться большой базар лучше нам не показываться никому на глаза отправляемся как будете готовы да прям щас с короче большой базар понятно сперва надо всем теме дождаться еще не отдохнул так город сумеру очень похоже на страну ос кстати почему-то моей голове и так все в сборе как все прошло удалось выполнить ваше задание давайте делиться новостями получит я начну изменение терминала каши прошло успешно и мне удалось подготовить все необходимые инструменты теперь моя очередь я и кейбра были при были пар дискай там все прошло непросто мы нашли тигнари но его ранили в ходе сражения кто за тем стоит как бы это сказать кейбр что лучше ответить фату и или сказить и сказитель так или иначе мы выяснили что доктора чалиуса мэру и отправляется в снежную по каким-то очень срочным делам так что его со сцены мы успешно убрали как вы убрали он сам убрался сигнали сейчас отдыхает с ним все будет в порядке хорошо кстати тигнари просите кое-что передается и нам сказал доверяй свои глаза ушам и опыта хорошо я запомню меня все тоже идет по плану пустынники уже наверняка прибыли вместо назначения они задаются там на какое-то время чтобы не спугнуть добычу тебе что и правда удалось перебросить всю эту толпу пустынников город сумеру все благодаря смелости людей рахмана и его рискованному плану похоже план сработал это очень радует все закончили тогда расходимся стой и все а что еще а как же вдохновляющая речь если вам интересно мое мнение бы предпочел просто пойти домой альха и там ну что ты за ты обратилась не совсем по адресу я вовсе не желаю быть лидером а лишь отвечаю за разработку плана наших действий ты вдохновляющей речи тебе лучше обратиться к более подходящим на эту роль человеку а это думал все ученые в академии прирожденные ораторы напомню тебе что по должности я секретарь да я знаю чё секретари ведут протокол по ходу всех встреч обычно они вообще не разговаривают это хорошо сайна тоже не похож на прирожденного оратора значит остается только моя нанимательница нанимательница да кейбра ну она меня на него а по цене одной улыбки прикинь ну и что и так нанимательница не совы не соизволите ли вы принести парочку ободрительных слов хотя бы лично для меня давай же приободри нас так дай подумать о что это вы тут делаете всем привет я вам не помешал нет я как раз собиралась идти к тебе судя по вашим серьезным лицам и наверняка собрали здесь обсудить кое-что очень важное да а может быть вы и наоборот задумали что-то плохое как интересно и как раз вовремя не хочешь к нам присоединиться присоединиться вы хотите чтобы я обсуждала с вами какие-то важные дела верно очень важные дела не у тебя ближайшие дни найдется свободное время что я вам серьезно для чего-то понадобилась альхай там вводит не в курс дела в ваших планах сначала это повергает не ушел на вскоре она воодушевляется верить не могу вы самые отважные целеустремленные сумерцы которых я только встречала ой и конечно же кейбрис пойман вы не сумерцы но тоже отважные целеустремленные вот теперь поймаем довольна как мало ей надо для счастья однако должна признаться мне немного страшно вроде малой фастительницы кусаналия готова рискнуть буду очень рада оказаться вам полезной верь в себя окей я поверила завтра попрошу друзей большого базара помочь вам только не сбални лишнего конечно я не буду спалтывать я сразу смешаю блин все теперь мы точно закончили можно в конец расходиться а завтра нам нужно будет спасти архонта ты уже продумал свою речь на немательница завтра мы запустим череду важных изменений просто великолепен да и мы сами тоже верно поэтому всем нам надо хорошенько выспаться чё ты ржешь ты сама бы не смогла ничего так сказать между прочим неплохой посыл нам действительно нужно отдохнуть ведь от этого зависит наш успех хорошо что последнее время дома только я один тишина и спокойно а ты с кем с кем ты живешь ничего завтра нам рано вставать он тогда спокойной ночи всем вам да приятных всем снов дорога побед дождите следующего дня сегодня ведь пока тени джин джен хэ джиа цена дико на ельце настал тот час когда наш план притвориться в реальность айхай там должно быть уже ждет нас давай поскорее встретимся с ним вперед дорога приключений назовет все выше и выше чего-то как-то вот почему и можно свои невыговариваемый праздник праздновать а нам нет мы блин хотели отпраздновать день день в честь властительницы кусанали а нас нафиг блин послали альхай там а вот и вы как отдохнули не очень поймут так переживала из-за сегодняшнего дня что заснула только на рассвете а ты альхай там хороший отдых можно также считает за частью нашего плана ведь энергия очень важный ресурс поэтому я хорошо выспался да тебе лишь бы повыпендриваться мы не можем приступить к исполнению нашего плана пока в воздухе висит такое напряжение конечно висит если у нас команде такого ображала ладно приступим делом насущным нужно ли мне повторить план наших сегодняшних действий да на всякий случай наша цель кабинет великого мудреца азара каждый в академии знает что там он держит свой пульт доступ которому разрешен только мудрецам именно через него великие мудрецы дают приказы и секретные поручения поэтому в пульте наверняка есть команда которая поможет может нам помочь освободить малого статистенцу кусанали айман все думает это че мудрецо за технология такая разым даже архонта удалось поймать самим ученым такое безусловно было бы не под силу просто храме сурастан изначального установлено устройство когда-то преднадлежавший вести великой властительнице руках одеваться она использовала для медитации чтобы изолировать себя от всего мира 500 лет назад и дальше невеликий мудрец модифицировал это устройство и отныне управлять им изнутри уже нельзя вот это получилось так что архонт попал созданную архонтом ловушку и как же нам пробраться кабинет великого мудреца помни сегодня в академии проходит очень важное событие все мудрецы и члены академии загружают результаты последних исследований новых законных постановлений в капсулу знаний чтобы перенести их в акашу исследователи всех даршанов работают не покладая рук а сама академия открыта для свободного посещения все это поможет нам проникнуть кабинет как только великий мудрец покинет свой кабинет чтобы проверить как проходит запись капсулу знаний мы завладим пультом и освободим дендро архонта когда это все подозрительно складно конечно ведь это только внешняя часть нашего плана судя по опыту прошлых лет сейчас в академии как следует подготовить к нюджа дждна гарпхи все должны быть на своих местах пора взяться за делом путь а то есть мы прямо через главный вход войдем а чё ты желаешь прокраситься тайком ой даже возразить нечего ладно но если что из учиться виноваться все будешь ты ольхой там нет на прошлом тут по моему доктор вы выпендривался показывал какой он тут классный что у меня не самые приятные воспоминания от этой академии секретарь погоди ты же секретарь ольхой там ой спокойно поймем верно у тебя что-то срочно а то я тороплюсь нет нет просто такая нежная ты на встрече говорят мудрецы тебя обыскались а вот почему не знаю еще в академии нельзя приводить и посторонних не нравится мне это посторонних и как ты пришел к такому выводу свои тяга к необоснованным заключением ты попросту поссоришь хороватат мне даже в первую тройку удалось войти на последних логических дебатов и чего же ты высокомерный тип дело вообще не моем высокомерие просто мне казалось что лучше студент хороватата уже наводать способностью критическому мышлению смотри сопоставив все факты ты сразу поймешь почему сюда вернулся зачем привел этих людей да погоди ка мне нужно это обмазковать только не подсказывай это самая такая известная ловушка типа ну ты же умный ты же понял что я хотела сказать и чувак такой да вот так и так и даже если это самом деле это не так ты можешь просто согласиться и он окажется обманут и ты вроде как бы ну и не при делах мудрецы разыскивают тебя светловолосая путешественница посторонние так значит все это время мудрецы ищут вовсе не тебя а эту путешественницу а причина по которой ты так надолго покинул академию заключается в том хорошо хорошо ты и впрямь оправдываешь знания лучшего студента хороватата думаю твоя догадка верна вот просто бывает иногда что мост сперва работать не хочет а уж потом каааа включится прости мою невежливость и спасибо что направил меня на верный путь самообмана да ничего страшного нам уже пора хорошо и спасибо за величайший вклад в академию господин секретарь скрайп чувак тебя только что обманули прям так знатно это что сейчас было о чем он там сам нагадался я и сам не знаю не знаешь ага чтобы он все не надумал сомневаться в этом точно не станет здесь работа так называемых гордость ученого если кто-то начинает сомневаться в собственных способностях ученых они точно же притворяются будто знают абсолютно все на свете даже если на самом деле это далеко не так сейчас таких ученых в академии полным полно строят из себя умников но выставляют себя в еще более глупом свете ого похоже с умными людьми надо уметь правильно общаться нам даже выдумать ничего не пришлось давайте не будем тратить время попусту нельзя опускать такую возможность вперед войдите в дом дн и это ведь библиотека академии да да дом дн и без преувеличения самая большая библиотека во всем спеивайте ух и так эта библиотека похоже это вместе и пользуется студенты популярностью нам точно можно так просто здесь разгуливать здесь выкатились и дайте от быстром темпе кроме того сегодня день на гарпхе все слишком заняты своими делами чтобы заметить вас главное ведите себя естественно а теперь пойдем ой что-то пойдет не так естественно что-то пойдет не так всегда когда самом начале гладко потом чё-то идет не так как и красивые тут полы и вообще а это платформа для чего нужна это наш лифт с помощью которого можно переместиться на верхние этажи и академии она же находится и копейки от великого мудреца верно что пойдем к лифту не так мы можем столкнуться с азаром давайте сначала немного понаблюдаем за обстановкой думаешь великий мудрец выйдет из этой двери и тогда мы должны будем прокраситься мимо звучит рискованно кто знает однако если мы сможем определить где азар сейчас наша операция придет куда безопаснее что уж позвольте подскажу я нахожусь прямо за вашими спинами нас раскрыли великий мудрец азарт и как тут вдруг оказался неужели ты думаешь что после столь долгого твоего отсутствия академия будет по-прежнему доверять тебе секретарь вас заметили здесь давным-давно и первым делом отправились сообщить мне вот я и пришел так сказать поприветствовать наших дорогих гостей великий мудрец азарт не думал что вы окажете мне столь радужный прием польщен до глубины души ага но еще более радужный прием хочу оказать твоим гостям как вас там кейбра и пойман верно как жаль что нам удалось познакомиться только сейчас дорогие гости сумеру не следовало быть более гостеприимным да пошел ты восхитительно сразу к делу без лишних разговоров значит вы лично осведомлены о наших текущих делах и не станете оказывать бесполезного сопротивления что ж пойдемте мой кабинет не будем же мы обсуждать такие вещи когда кругом снуют люди всюду столько стражи сбежать точно не выйдет итак путешественница что ты хотелось со мной обсудить сегодня в академии джейндж на гарпхи и у меня очень много работы в скором времени придется взять вас под стражу так что лучше переходи сразу дел нельзя доверять фату и вижу наши деятельности вам известно довольно много раз так почему бы не восхититься той работы что мы проделали вместо этого ты лишь пытаешься напугать меня своими тривиальными опасениями тривиальными как думаешь и что же фату и от меня понадобилось сердце бога как мелко все это так мелко божественные силы выгода этими пошлыми словами ты только скверняешь наше великое дело создание архонта да силой человеческой мудрости мы создаем настоящего архонта пусть люди не могут достичь всеведения всемогущества зато мы способны взрастить собственного архонта чтобы приблизиться к ним это вершина человеческой мудрости мы наконец-то вновь обретем божественный свет что укажет нам путь и нам не придется больше барахтаться в бесконечной пустоте сознания и знаний и даже проблема эрминсуля наконец-то будет разрешена это мечта всех ученых и ее нужно достичь чего бы это ни стоило ты говоришь вершины человеческой мудрости но все равно получается что без архонта вам никуда тебе никогда не понять его восторга когда ты собственными руками взрастил настоящего архонта ведь твоей мудрости для этого недостаточно ну вы как бы вы взращиваете архонта я легко могу его одного архонта споить а второго ну например допустим накормить да и третьего в принципе могу накормить как же малая вастительница кусанали позволь мне прояснить одну важную деталь архонт силой и мудростью должен тысячекратно превосходить простых людей но малая вастительница кусанали на что она вообще способна утешать людей укрощать песчаные бури выдумывать глупые сказки что ж все это могла бы сделать и академия выходит мы тоже архонты долгие годы нашему народу покровительства великая вастительница рук хадевата мне не удалось за статью правления но былым поколением ученых посчастливилось узреть истинную мудрость теперь же сумера в руках малая вастительница кусанали но ее правление только вводит ученых в замешательство они говорят неужели это и есть истинная мудрость лучше уж навеки запереть ее храме суростаны чтобы не смущать ученые умы и бредятен да и предупредит что только самый сильный и самый умный может стать хорошим архонтом да высокомерный ученый во всей своей трассе как вы уже могли заметить великий мудрец это очень опасные личности антис дает угрозу для академии сбивает ученых с верного пути благодарю что доверили мне такое ответственное задание альхайтан ты это че от нас говоришь как вы и приказывали я доставил их в академию правда это было непростое задание но от него у меня немало времени и сил а он пытается короче выкрутиться да кстати вот и отчет который вы просили и собрана вся подробная информация о путешественнице в отчете я кратко описал все что происходило пока я был рядом с ней прошу взгляните а подожди это короче та капсула в которой мы записывали уверенности в том что все будет с это выполнено альхайтан неужели ты и правда на стороне академии а ведь мы только начали тебе доверять козлина ну вообще отлично продумано да сейчас он там заразиться нашей уверенностью и и ему все настанет ну альхайтан видимо ну блин очень странно то есть мудрец сказал типа вот ты долго отсутствовал мы тебе не доверяем только я выполнял ваше задание оно было очень сложно вот вам инфа отлично полный и подробный отчет прекрасная работа что я ожидала ся секретаря сегодня как раз день джена к джена гарпхи так что я добавлю данные о себе в акашу ведь понимаешь что это значит за нами будут следить как за сайна благодаря превосходным вычислительным способностям акаши все твои действия будут предугадываться с точностью 98 процента кроме того данные будут корректироваться в режиме реального времени на основе наблюдения очевидцев значит куда бы ты ни пошла тебе будет вечно окружать невидимая клетка как видишь сумеро даже к самым неблагонадежным личностям относятся в высшей степени гумана а генерал махаматер по вашему мнению тоже относится к неблагонадежным неблагонадежным личностям да чем больше у человека власти тем больше подозрений он вызывает неужели ты даже этого не понимаешь как бы там ни было на данный момент ты представляешь для самара самую большую угрозу поэтому лучше снизить риски изолировав тебя я отвратительный отвратительный возможно для вас это так а так вы и давно готовы к такому исходу событий и что это значит ваш план подразумевал что вы принесете путешественницу в жертву разве нет господин азар я понимаю на что вы намекаете но все это время я честно следовал вашем плану почему вы же вы сейчас мне во мне сомневаетесь какой-то ты оскар ему дайте ага неужели мне все таки придется раскрыть нас хитрый план хорошо пусть так во первых я получил донесение что тебя видели в караван ребате вместе с путешественницей после вы сразу отправились в пустыню скрывшись от нашего наблюдения судя по дате там вы должны были встретиться с дезертировавшим генералом махаматра из сайна я прав ой зря поймать сейчас сказала про сайна долгое время у нас не было никаких от тебя вести и тут ты появляешься в компании путешественниц которая состоит дружеских отношений с малой вестительницы кусанале и с генералом махаматрой который осмелился выступить против академии а теперь давай решим с тобой математическую задачку какова вероятность того что такого рода компания сумеет склонить тебя против нас подумай подумай процентов 50 70 что скажешь все это лишь предположение а находящая здесь путешественницы и отчет в ваших руках это факт тут и правда такая смелость заслуживает восхищение путешественница решила добровольно пожертвовать собой и все ради исполнения вашего плана если я не ошибаюсь у вас было подготовлено два плана спасения малого вестительского саналь и разрушение моего великого замысла 1 пробраться в академию день на гарпхи и спасти дендра архонта используя полномочия аль хайтама если же вас ловят вход идет запасной план под названием жертвы малым ради большего аль хайтам доказывает свою невиновность отдав путешественницу наши руки и остается в академии чтобы найти другой способ спасти дендра архонта что касается сайна по расчетам акаши в скором времени он вернется в академию чтобы выступить против меня лично полагаю это тоже часть вашего плана понятно похоже что бы я не сказал вы все равно будете воспринимать меня как предателя даже если ваши обвинения несправедливы вы ничего не теряете что ты что ты потери секретаря аль хайтама невосполнимы как для академии такой для построения будущей системы знаний сумеро однако сравнение с нашим великим замыслом по сотворению архонта это сущая мелочь говоришь я предал академию но предатель здесь ты ты предал весь весь в сумеру ты предал архонта решил наконец показать свои клыки ну что ж стража бойня ой 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 ты чё так похищенная капсула знания архонта была у тебя предатель ты предатель отчаяния даже рациональный ученый упывает на божественные силы а разве ты чем-то отличаешься от меня аль хайта вот только к несчастью для тебя боги не станут делиться с тобой силой он полностью обезонный закончился передайте его матрам для ссылки в деревню ару а потом пусть кто-нибудь отведет этих двоих камеру с ними я разберусь позже великий мудрец к нюджин на гарпхи все готово можно загружать капсулу знаний отлично начинаете а он смешал капсулу ах ты хитрая жопа у тебя был третий план да никогда не ставайся ой эй не смейте нас опирать выпустите ладно хватит пойман они нас уже не слышат думаешь похоже пойман ваша в роль как тебе устроенный пойман спектакль впечатляет да блестящий пойман пока все складывается хорошо нам удалось попасть в одиночную камеру и аль хайтам сделал все что потребовалось да и можно сказать отделались легким испугом даже великого мудреца азара удалось обвести вокруг пальца аль хайтам голова такой план придумал что теперь пойман так перенет ничего что все позабыла но вспомни о чем мы говорили на священне да если пойма ничего не путать мы говорили что на первом этаже операции есть еще одна цель кейбра должна оказаться в одиночной камере что кейбра в камере зачем кейбра заклятый враг мудрецов который ставит под угрозой грандиозный план они прекрасно об этом знают и хотят устранить все риски как только кейбра попадет за решетку мудрецы наверняка решать что теперь все под контролем если они ослабят бдительность наши шансы на успех значительно возрастут слушаю тебя и представляю их самодовольные лица начать в дело психологии пойман этот план кажется сомнительным это еще не все находясь в одиночной камере кейбра займется более важной задачей по словам ученых которые оказались на попечении у рахмана маловастительница кусанали закрыла свое сознание после того как доктор захватил его вакаши чтобы им не удалось заполучить еще больше сведений даже если мы найдем способ прорваться в храм сурастана на пробуждение сознания маловастительницы кусанали потребуется время поэтому нужно сделать это заранее так мы должны пробудить нахиду ладно ради этого можно и за решеткой посидеть одиночная камера находится внутри академии недалеко от храма сурастана это наглухо закрытое помещение где никто вас не потревожит вместе с ученым и рахмана мы внесем изменения в твой терминал акаши окажавшись в камере ты попробуешь от более близкого расстояния получить доступ к сознанию маловастительницы кусанали но проснется она или нет будет зависеть от нашей удачи так вот почему ты сегодня везде и нашишь терминал акаши это измененная альхайтамом версия да ну кстати да мы обнаружили о том что мы обнаружили то что терминал как бы не очень хорошо и его носим везде айман думает что они конфискуют терминал акаши когда посадят нас за решетку они чё забыли они просто слишком уверены в себе и считают что акаша у них под контролем дальше что мы должны теперь делать место с хорошим сигналом еще раз попытаться установить связь нахиды дальше ничего сложного неужели спустя столько времени нам снова удастся поговорить с нахидой не будем откладывать у тебя на терминале акаши мигает какой-то огонек это очень чаще мигает огонек тем лучше сигнал верно моро здесь моро не 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 поймать же сад не за сокровищами сюда пришла сигнал пророснул и вас его что-то сбивает вообще нормально они нас так конечно заперли что это получается сигнал слабо но лучше чем ничего хоть бы сработало это что пространство осознать и нахи да да нифига сяна ты за его и зайка в темноте находятся как-то вот это не очень конечно хида не двигается на и правда закрыла свое сознание нужно придумать как ее разбудить это еще что невидимый барьер барьер с помощью которого нахида отгораживается сознание внешнего мира путешественница разоговорила вот же никакой реакции похоже она не ощущает мое присутствие я так старалась когда все это началось все началось самого моего рождения я хотела стать настоящим архонт ради этого я непрерывно училась ради этого слушала желание и чаяния людей постоянно искала способ спасти ирменсуль я хотела сравниться с великой властительницей рук хадываты но в итоге меня заперли в храме сурастана и заменили новым архонтом созданным мудрецами мне оставалось только заточить свое сознание в беспросветной тьме как же быть неужели ничего нельзя сделать но она прямо передо мной я не могу отступить я уже бросил ее однажды когда появился доктор больше я такого не допущу здесь так тихо сейчас будет громко нахида кажется я никогда прежде толком не прислушивалась своему внутреннему голосу у архонта бывает внутренний голос? архонты должны слушать свой внутренний голос правильно ли я поступила? правда ли я никому не нужна? что я сама об этом думаю? здесь так тихо раз ты божество мудрости тебе известны ответы на эти вопросы с самого начала ведь так? кто ты? твой голос мне знаком но ты все говоришь верно больше я не буду заглушать свой внутренний голос а так строишь строишь интроверсивные стены а потом приходит путешественница нафиг все разбивает блин кейбра ты меня разбудил? спасибо что ты здесь делаешь? мы здесь чтобы спасти тебя ты в порядке? в порядке только думаю оба все что случилось я чувствую настоящую злость тебе давно следовало разозлиться? сейчас она выползает и всех нафиг просто разносит кейбра ты готовилась как все хорошо анахита проснулась отличные новости значит не зря вы оказались за решеткой пока ты бодила анахиту Баймон стоял возле двери и прислушивалась ученых теперь почти не слышно столько времени прошло наверноеゴ Eventually уже закончили все свои дела назначенные на денжжом на гарпхи думаю и капсулы тоже занусены уже в акашу а теперь Настала очередь Нилу! Файман, самый лучший компаньон. Нилу, ты хорошо подумала пойти ради них на такой риск? Я должна... Ты же знаешь, я никогда не упускаю возможности выступить. Тем более, что это выступление так важно для нас. Ну что ж, похоже, ты им доверяешь. Не буду тебя отговаривать. Но если что-то случится, мы едва ли сумеем вызволить тебя из биты. Да не беспокойся, они знают, что делать, все будет хорошо. Ладно, если тебя схватят, мы сделаем все возможное, чтобы тебя спасти. Прошу, будь осторожна, ради нас. Спасибо за заботу, господин Зубаир. Ты очень милый. Подписывайтесь на Вконтакте, на Телеграм. Вступайте в наш Дискорд. Хорошего вам утра, дня, вечера или ночи. В зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. И пока-пока. пока-пока-пока-пока